Неделя прошла с выхода в прокат фильм «Человек-паук. Вдали от дома». И, конечно же, на этот уикенд никто из больших студий не захотел рисковать своими проектами, своими фильмами. Поэтому кино вышло в прокат либо артхаусное, либо, ну, такой средней руки, среднего бюджета. Мы посмотрели сегодня два фильма. Я посмотрел кино под названием «Али Рули». Олег отправился на новый фильм «Джармуша. Мертвые не умирают». «Али Рули». По сути, этот фильм – хорошая полуторачасовая реклама «Убера» с Дэйвом Батистой. Это который Дракс, да? Дракс? Мститель Аха, ты же не фанат. В общем, это большая реклама «Убера» с чуваком из «Силиконовой долины», с чуваком из вселенной Марвел. Он играет Дракса в «Стражах галактики». Дэйв Батиста говорил в интервью, совсем недавно натыкался на то, что он хочет принимать участие в проектах не только боевиках, не только мускулатурой играть, но еще и лицом в каких-то серьезных драмах. Но вот этот фильм из того разряда, где надо играть мускулатурой. Дэйв Батиста справляется с этим великолепно. Сюжет, хоть банальный, с множеством уже знакомых нам клише из боевиков, смотрится хорошо. Дэйв Батиста в самом начале, конечно же, теряет напарника и убивает эту подругу. И он весь фильм, собственно, мстит. И случайным попутчиком у него на этом пути оказывается водитель Убера Индус, которого зовут Стюну, которого все зовут Али, потому что это, походу, российское кино, российское. И вот вместе они преодолевают все трудности, встречающиеся у них на пути, стреляют людям в голову, в ноги, спасают собак, дерутся между собой, а потом обнимаются много всего. Нет просадок по экшену, по движению, хорошо сделанное кино. Всем любителям боевиков и экшена фильм рекомендую однозначно. Можно сходить в кино и не разочароваться. Моя оценка была бы 7 из 10, если бы не Батиста, но за Батисту накину еще 1 балл. 8 из 10 Алирули. Олег, наш оператор, не работает в кадре, но посмотрел фильм «Мертвые не умирают». Это новая комедия про зомби от Джима Джармуша, известного арт-хаусного режиссера. Олег, как тебе? Фильм мне понравился очень. Правда? Правда. Я потому что очень скептически отношусь к Джармушу. Рассказывай, что тебя зацепило. Из звездных ролей хотелось бы отметить Билл Мюррей, который зацепился. Адам Драйвер, который играет Кайл Ренов в «Звездных войнах», сейчас тоже там присутствует. Возможно. Стив Бушевин, Риза из «Утэнка». Ну подожди, там же еще кто-то был. Там был, например, Том Уэйтс, а? Любимый актер Джармуша. Том Уэйтс и, возможно, девушка из «Убить Билла». Шикарно работал мячом с насилой. Дядь, это не Ума Турман. Это, дай мне в бог памяти, Тильда Суинтон. Это тоже, кстати, Марвовская тетяка, она играла в «Докторе Стрэндж». Я бы сказал, это комедия про зомби. Местами тонкий юмор, местами юмор черный. Актеры играют шикарно. Хоть 80% фильмов все безэмоциональны. Ни улыбки, ни криков, ничего. Каменные лица почти у всех актеров. Фишка. И когда появляются эмоции, ты тоже начинаешь либо улыбаться, либо... В общем, сопереживать всячески. Именно. Вкратце сюжет такой, что небольшой городок живет спокойной, размеренной жизнью. В кадре мы видим трех сотрудников местной полиции. Во главе с шефом Билл Мюррей. Билл Мюррей хорош? Билл Мюррей хорош. Я давно не видел интересных фильмов именно про зомби. Этот фильм интересный. Этот фильм для меня показался интересным, потому что ничего интересного в последнее время я не видел. Ну что, вот он, значит, этот Билл Мюррей управляет небольшим полицейским участком. Получается так, что по какой-то странной причине мертвецы начали уставать из могил и нападать на мирных жителей. Соответственно, что происходит? Происходит сопротивление. Да, абсурдное сопротивление в стиле Джармуша и Дартхауса. Да, неспешное такое сопротивление, снос башки, убить всех зомби, что не получается. С картинками я показался темной. Я заглянул к тебе в кинотеатр. Нет, это не так. Картинка намного светлее, чем в любом ужастике. Концовка нестандартная, неожиданная. Спойлерить не будем, но отшельник из леса оказался живее всех живых. Я ставлю 8 из 10. Это высокая церковь. Моя личная церковь для этого фильма. Также в прокат выходит фильм «Анна». Мы его не успели посмотреть, он только вечером стартует. Мы с утра фильмы смотрим. Это новое кино от Люка Бессонна. Главной героиней, как всегда, как вы видите, женщина по имени Анна. И вот она всем там дает помордас. Любителям боевиков с хорошей женской растяжкой. Рекомендуем ознакомиться. Это был «Первый зритель». Мы увидимся на следующей неделе, чтобы рассказать вам о новинках проката в снимопарке. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok